Всем большой привет! Меня зовут Юлия, вы на моем вязальном канале Julia M вязание. Я начинаю сегодня новый вязальный влог и надеюсь вас немножко удивить своими новыми процессами. Для меня самой один из них был неожиданностью. Вы помните в прошлом влоге я вам показывала, что хочу начинать свой кардиган. Пряжа вот такая вот от магазина Julia Secrets Yarn. Девушка Юлия красит сама пряжу, продает в инстаграм. Оставлю ссылочку, но я впоследствии решила, что кардиган такого похожего тона у меня уже есть летний. Мне хочется чего-то нового. Так что эту пряжу я отложу. Возможно свяжу из нее джемпер какой-то классный, такой осенний, либо жилет, либо, может быть, Алисе, дочке своей, что-нибудь свяжу. Может быть, даже тунику или что-то типа платья, может быть, без рукавов. Будет очень классно осенью, ближе к осени. Ну, а пока я выбрала кое-что другое, покажу вам во влоге. И, кстати, кто еще не подписан, подписывайтесь и ставьте свои лайки и колокольчики, чтобы не пропустить очередное видео. Вот что у меня тут уже получилось. Вяжу, уже связала один элемент вот такой вот. И, наверное, немножко отложу. Хочется повязать из другой пряжи и другой абсолютно проект. Это пряжа от Шахенмайер. Какая-то она такая необычная. Тенцель, по-моему. И здесь я пыталась изобразить рис, но сейчас понимаю, что нужно взять покрупнее спицы и сделать что-то подобие ажура. Либо, знаете, у меня еще есть идея вязать тем узором, что я вязала Алисе маечку. Вот, то есть несколько рядов лицевыми, потом полосочка с дырочками и так далее. Сейчас попробую, свяжу образец. Вот резинка мне здесь не очень, кстати, нравится. Может быть, резинку заменить на что-то другое. Сейчас попробуем. Я связала образец. Сейчас пойду его постираю. Вяжу на четверке. Довольно-таки расслабленно. Надеюсь, что это будет удачный вариант. Но, по крайней мере, мне пока все нравится. Кофточка такая будет не слишком легкая. Как видим, пряжа толстенькая. Но дырочки ее облегчают гораздо. На днях я записала видео о готовых работах. И сегодня я его монтировала. В итоге поняла, что я туда включила работы не июня. Готовые работы должно было быть видео. Готовые работы за июнь. Но я туда почему-то включила еще и майские работы. Короче говоря, это веселое, но коротенькое видео. Мне придется не выпускать. Потому что я немножко лоханулась. Немножко перепутала. И добавила себе работ, которые не были связаны. В итоге у меня в июне была связана подушка. Чехол на подушку. И была связана маечка. Сейчас я вставлю в видео ряд, чтобы вы посмотрели, как эта маечка выглядит на мне. Еще раз, кто не видел в инстаграм. Ну и здесь, по-моему, еще не было фотографий. Смотрим. Также я вяжу майку горчичного цвета. Пряжа это у меня буретный шелк. Ни разу я не вязала из буретного шелка. Это пряжа ручного окрашения из магазина Julia Secrets Yarn. Я оставлю ссылочку на нее в инстаграме. Юля продает пряжу, красит ее вручную. И такой вот красивый, интересный цвет я для себя выбрала. Маечка будет разными узорами вязаться. В итоге я решила именно так. Потому что не смогла определиться с каким-то конкретным узором. И поняла, что, в принципе, вот эти вот ажуры, разная смена узоров смотрится хорошо в этой пряже. Несмотря на то, что она вот такая вот разноцветная немножко, да, с вкраплениями. Она отлично смотрится и в узорах в том числе. Я вяжу на двойке. Получается плотненько и красиво. Мне нравится, что выходит. Я не знаю до конца, это будут широкие бретели. Либо, может быть, вот что-то в виде жилета вот такого. Может быть, какие-то рукавчики сделаны небольшие. Посмотрим. Может, футболка, может, майка. Футболка, она рождается вот буквально в процессе. Да. Определилась, вяжу. Мне все очень нравится. Красивая вещь получается. По крайней мере, сейчас. Еще пока вот эти переливы цветов. Все как-то гармонично. И это длительный такой путь, долгая работа. Тоненькие спицы, поэтому я решила еще вязать одновременно кардиган. Тоже летний, но на спицах покрупнее. Из пряжи, которая мне была отправлена аутлетом. Это был аутлет пряжи из Германии. Woolride. Они мне уже давненько отправили. Эта пряжа лежала и ждала своего часа. Называется она Merin Extra Fine Silky Soft. Тенцель. Здесь в составе у нас... Давайте по метражу. 50 грамм, 120 метров. Цвет 00547. И... Та-та-та-та-та-там! 68 шерсти. 32 лиацела. Вот такой вот состав. Такой вот красивый сиренево-лавандовый оттенок. Какой-то вот такой интересный. Я вам, наверное, уже показывала образец. И... Да. Вот он у меня высох. Посмотрите, как он выглядит. Вначале он был узеньким. Совершенно. При намокании, при стирке он прям очень сильно расширился. И при высыхании немножко опять-таки уменьшился. Вот такой вот образец. У меня не будет столько дырочек на самом изделии. Будет поменьше, я решила. Ну и вот такой вариант тоже красив. Я тут немножко пыталась поменять местами. Ну вот что-то такое, что-то подобное. Мне кажется, будет довольно-таки симпатично выглядеть. Правда, здесь у меня резиночка на меньшем номере спиц. А дальше уже на четверке. А сейчас я все вижу на четверке. И... Решила я начать итальянским набором. Вот. Да. Вот так вот он выглядит. Вот. Дырочки уже первый ряд пустила. Буду через каждые четыре ряда делать дырочки. Возможно, еще пущу также изнаночные дорожки. Что-то они мне так нравятся. Не знаю. Они мне кажется очень стильными. И да, здесь планочка вывязывается сразу. Просто резинка один на один. Вот так вот вяжу. И кажется, что какая-то маленькая вещица получается. Но на самом деле я сделала расчеты. И по идее все должно быть норм. Ну, мне так кажется. Потому что при стирке эта пряжа немножко, как я уже сказала, растягивается, выравнивается. И становится гладенькой и красивой. Здесь петли прям вообще кривые-кривые были. Я надеюсь, что я засняла вам. Вы увидите. На резиночке особенно. А сейчас посмотрите. Одна к одной. Одна к одной. Вот. Я выяснила недавно, что мне этот цвет идет. И сиреневый мне полюбился. Конечно же, не совсем его сочетаешь. Сочетать можешь. Но с какими-то платьями, может быть, вечером накинуть. Или с какой-то светлой одеждой, сиреневой одеждой, розовой одеждой. Ну, вот с какими-то пастельными такими оттенками будет вполне ничего. И да, мне иной раз не хватает такой вещицы, чтобы накинуть. А в прошлогодние мне уже как-то неохота носить, если честно. У меня есть два летних кардигана хлопковых. Ну, вот пока что-то рука к ним не тянется. Хочется что-то более такое... Более легкое, но при этом уютное, тепленькое. Вот. Один из кардиганов у меня фиолетовый. Связан из такого грубого хлопка. Если найду, ставлю фотографию. И не всегда хочется вот такую грубость на себе ощущать. А второй летний кардиганчик, такой как французская кофточка. Ну, он слишком тоненький какой-то. Ну, совсем вот. Какая-то тряпочка. Ну, может быть... Я его, кстати, носила. Он мне нравится. Но вот сейчас не хочется. Иногда вечером желательно что-то на себя накинуть. И я беру просто какую-то толстовку или джинсовку. Вот. И будет у меня кардиган. Надеюсь, быстро свяжется. Потому что пряжа 120 на 50 метров. Ну, я всегда перевожу в 100 грамм. То есть 240 на 100 грамм. Это нормальная моя толщина нити. И отлично просто вяжется быстро. Спицы хорошие, Ади. И с тоненьким острым концом. Вот. Я их люблю. Четверка. Вот два моих процесса. Также еще и лежит два процесса из травки. Хлопок травка черного цвета. И мой жилет цвета фукси. Ну, как-то к ним тоже руками тянется. Вот. Хочется новое что-то повязать. И пока на этом все новости. Надеюсь, что будет еще включение в этом влоге. До скорых встреч. Всем привет. Новое включение. Я показываю, что начала вязать кардиган. Начала вязать его снизу. И сняла спицы сейчас. Потому что решила, что мне удобнее будет вязать его сверху. Да. Я не знаю, насколько мне хватит пряжи. Поэтому решила, что это будет реглан. Реглан сверху. И планочка тоже цельновязанная. Планочка обычная в виде резинки. Вот. Итальянский набор. Здесь у нас, конечно, все сейчас очень плохо видно. Но на самом деле здесь идет росточек. Повязывала по спина рукав. Спина рукав. Вот так вот несколько раз. Потом перешла на корочные ряды с захватом переда. И сейчас буду уже добавлять дырочки. Ажур. Надеюсь, что все будет хорошо. Я, правда, сомневаюсь сейчас. Мне кажется, что нужно закончить уже с ростком. И постирать вот эту часть. Потому что образец растянулся достаточно хорошо. Но сейчас я смотрю, что это такое все маленькое-маленькое. Хотя по расчетам все должно быть хорошо. Как будто бы на ребеночка. Я вижу кардиган. Такая шейка. Крохотулечная. Даже на куклу, наверное. Узенькая. Вот. Сейчас закончу с ростком. Тут еще ряд ажурный пущу. И постираю. А пока его сохнет, буду вязать свою горчичную майку. Показываю, как выглядит сейчас, до стирки. Кто выглядит? Кардиган. Начало кардигана. Ну так, скажу я вам. Немножко поддушивает. Немножко узковато. Но, в принципе, смотрится интересно. Пойду постираю, высушу и покажу вам, что будет дальше. И покажу вам, как изменится мой кардиганчик. В принципе, неплохо выглядит. Мне нравится. Так, показываю свои продвижения. Вот так вот у меня выглядит начало. Точнее, уже, наверное, середина или больше даже кокетки. Вот такие вот дырочки я решила оставить. Вот здесь вот часть постирная, там, где лицевая гладь. Дальше уже не стиранная. И я думаю, что видно, да, как разравниваются петельки. И как полотно становится гораздо мягче после стирки. Вот такие вот у меня тут регланные линии из двух петель. Такая резиночка. Один на один. С итальянским набором. Довольно симпатично выглядит. Единственное, что сложно, это вот симметрично по каждой из четырех частей. Раз, два, три, четыре, пять. Из пяти частей симметрично располагать. То есть на рукаве вот одинаковое количество. И здесь тоже, на этом рукаве тоже одинаковое количество. И так далее. Ну вот. В принципе, я стараюсь. Такая вот красота получается. Мне очень нравится. Пошел второй моточек. Только-только недавно присоединила вот пару рядов. А всего у меня пять. Так что... Есть вариант, что хватит, если кардиган будет не слишком удлиненным. Если будет таким коротеньким. Так, что по горчичной майке. Я отвязала вот один узор. Провязала два ряда еще изнаночными. И приступила к узору заборчик. Или ломаная резинка, как он называется. Три ряда один на один. Один изнаночный. И так далее. Тоже примерно вот такую же высоту я отвяжу. Потом будет что-то еще. Возможно, просто буду чередовать два этих узора. Что скорее всего. Ну, чтобы особо уж сильно не заморачиваться. Потому что и так работа идет не быстро. Но мне очень нравится, что получается. Так это все аккуратненько. И так приятно на ощупь. Несмотря на то, что матовая такая пряжа. Она какая-то приятная. Такая, ну, не колючая совершенно. Да, как бывает хлопок. Ну, и все-таки это буретный шелк. У него отличные свойства должны быть. И в нем не должно быть жарко летом. Самое главное теперь с горловиной. Там вот с лямочками укатать. Чтобы все было очень красиво, стильно и модно. Хотелось, чтобы это носить. И сочетать с другой своей одеждой. Мне прям очень хочется, чтобы эта вещь была носибельной. Хочу показать вам прям вот наглядно. На какой я стадии. Люблю этот цвет. Вот что-то этим летом. Я прям его очень сильно полюбила. Вывязываю сразу же я отверстие для пуговок. Вот. И у меня почти закончился третий моточек. У меня остается два. Сейчас третий закончу. Я отвяжу рукава. И то, что останется, я пущу на основную часть. Скорее всего, там только на резиночку хватит. Если хватит. Но вообще у меня есть похожего цвета пряжи. Даже можно сказать один в один. Правда, там состав другой. Но я думаю, что ничего страшного. Если это будет резиночка другого цвета. Но я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. Вообще, мне очень нравится, что получается. Впервые у меня не слишком оверсайз. Такая кофточка. Хорошо, что я не стала добавлять изнаночных рядов сюда. Мне кажется, что вот так вот. Такую крупную дырочку. Полосками. Самое то. И вообще, планирую носить не застегивая. Оно там просто стянуто все спицами. А так, в принципе, достаточно свободы облегания. Вот. Я думаю, что можно при желании нормально так застегнуть. И закрытие так же будет, как и наборный край. С имитацией такого итальянского набора. То есть, закрывать буду иглой. Вот. Я очень довольна своей работой. Не хочу отрываться. И иногда повязываю еще горчичную майку. Но все силы сейчас брошены сюда. Мне так нравится вязать на четверке. Так быстро все это получается. Моточки летят с бешеной скоростью. И... Ну, я довольна. На этой неделе хорошо так поработала. Поэтому вот. Есть что показать. Надеюсь, что еще... Ну, неделя точно. И я закончу. Возможно, меньше, конечно же. И в следующем видео я вам уже покажу готовую работу. На этом буду заканчивать. Большое спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...